итак ребят всем привет сегодня у меня уже 10 октября нахожусь данный момент я на кудиновских озерах очень долго я ждал этого времени когда наступит уже скажем так глубокой осени на удовеме не будет совсем никого в данный момент я наблюдаю только одного человека буквально рядом сной сидит это он говорит что не приезжал с весны и все ли это здесь не было по информации ну и как видно по количеству людей совершенно рыбы не берет но это если это ожидать потому что вода уже очень холодный прям очень-очень холодная выбрал я данное место не случайно ловил я здесь ровно год назад даже не 10 октября примерно 20 25 октября в том году есть ловил бежит моя сегодня сегодняшняя подруга не знаю видно не видно в камеру сегодня я не один сегодня я с подругой приехал своей красавицей который что-то лазит здесь гуляет везде так вот ребят был в том году я здесь и довольно неплохо половил плавил именно карпа карп подался разный такой килошник 700 грамм но было довольно интересно и подался на перемешку с плотвичкой станции ловли я выбрал такую шага в том году совершенно ничего не менял примерно 15 метров от берега дальше не имеет никакого смысла кидать потому что здесь буквально уже вот даже если сейчас садок воду заброшу он уже сразу здесь подогами утонет глубина очень большая буквально в 3 метра глубина уже 3-4 метра и смысла не кидать там 30 метров от берега здесь буквально вот 10-15 метров и рыбу есть она есть на будет податься были буквально 3-4 дня назад мы с отцом на рыбалке к сожалению не получилось заснять полноценное видео потому что была нереальная погода пару кадров я наверняка оставлю с того видео собирались ехать большой компании приехали только дуэм с отцом так как ребята с утра встали посмотрели погоду решили не испытывать судьбу или дальше спать сейчас я сделаю буквально 5 10 запросов стартовых и расскажу что будет дальше ребят что понимали какая вместе глубина сейчас я сделаю заброс и буду на счет просто считать скажу когда кормушка опустится забрасываю упала поехали 1 2 25 26 27 27 такая вот глубина кормушку меня на данный момент 15 грамм думаю стоит поставить потяжелее потому что ну ждать там 30 секунд пока кормушку пойдет вообще не целесообразно я считаю но я как обычно начал с максимально всего лайтового палку меня сегодня длине 3 3 метра тестом до 25 грамм но сейчас меня стоит кормушкой 15 грамм я думаю можно смело поставить 20 так как дистанция ловли небольшая и данная лучка спокойно позволит мне забросить начну я сейчас платка диаметром 208 50 сантиметров и крючок поставлю скорее всего четырнадцать или пятнадцатый номер и буду пытаться ловить на мотеля с опарышем в общем ребят получается как я и ожидал что рыба очень долго подходит на точку особенно поздней осенью самое главное в такой рыбалке если он не соберетесь не отчаиваться не унывать раньше времени потому что вода уже очень холодная рыба очень привередливая и любом случае поклевок много не будет на данный момент у меня было всего две поклевки причем вот только что прям буквально две подряд первое единственное первая поклевка была на 3 опарыша но я первый раз в жизни так косякнул я не проверил леску леску меня спрела учитывая что она и так тонкая 208 она еще и спрела рыба естественно плодок оборвала и вторая поклевка была уже на опарыш с мотелем попался зеркальный карп играм на 300 как раз в момент приехал мой друг посмотреть как здесь что происходит и заснял на телефон но единственного него так холодно айфон сел аккумулятор но тем не менее небольшой фрагмент важный он заснял сейчас как раз попался карпик и пошел дождь но карп такая рыба она довольно стайная и я думаю что теперь где поклевки были не единичная я взять никто ничего клюнет ребят но ситуация была следующая после поимки первого карпа погода совершенно конечно испортилась и к сожалению уже не было никакой возможности снять полноценные видео и более подробно рассказать вам что творилось вообще после этого и сейчас я уже записываю звук дома поэтому не судите строго если качество будет плохое остановлюсь более подробно на прикормке именно прикормки для осенней ловли карпа и вообще карповых рыб у леща плотвы неважно кто это один из немаловажных момент что прикормка должна быть свежая в этот раз я мешал состав собственного производства и могу с верностью сказать что состав этот привлекает рыбу на точку если вам будет более интересно и я могу подробно рассказать снять отдельное видео о том как я делаю прикормку немаловажный момент на осенней рыбалке это живой компонент прикормки но я сделал определенные выводы что выводы что именно живой компонент а точнее опарыш не так сильно привлекает рыбу как привлекает к точке ловли рыбу опарыш вареный более привлекает рыбу именно вареный опарыш так как после рыбалки я забрал рыбу домой и батя спорол рыбу и там было битком набито опарышем это было не единственная рыбалка на этом водоеме после этого через пять дней еще раз был выгад в этом же месте мне в тот день более повезло с погодой и улов был более интересные карпы были более крупные но в своих сносях я совершенно ничего не менял ни в прикормке не тактики не подачи приманки совершенно ничего не поменялось единственное поменялось что рыба стала более активная и поклевок было гораздо больше в первый день самый крупный карп за обе рыбалки попался на кило 300 за два дня многие рыболовы ко мне подходили и жаловались на полный бесклеве и интересовались почему у меня клюет а у них нет тут нет никаких секретов ребят все намного проще чем кажется я использую всегда на осенних рыбалках очень тонкие лески максимально тонкие которые только возможно чтобы понимали поклевка карпа осенью не выглядит никак поклевка карпа летом и у не видеть никаких там резких загибов все поклевки будут максимально еле заметны скажем так на глаз прям небольшие какие-то тычки небольшие абсосы и все это карпы все поемки карпа были за краешу губы то есть не было заглотов никаких то есть прям все очень деликатно поэтому я и подбираю снасти для осенней ловли именно очень деликатный то есть это пикер с максимально легким тестом это тонкие лески в качестве основной лески возможно можно было бы использовать шнур но так как дистанции всего там 15-20 метров я использовал моно леску диаметром 0 2 миллиметра кормушку на второй день уже поставил 30 грамм что очень актуально для такой большой глубины и в качестве поводка 20901 толщи нет никакого смысла ставить и с крючками а также экспериментировал если в первый день работали очень маленькие крючки то на второй день работали уже крючки более крупные точнее 14 номера и в качестве насадки я уже использовал на второй день уже и пачки мотыли там по 10 штук и поклевки были более уверенные почему не клевало скажем так у других ребят на берегу все очень просто потому что люди ловили карпа летом и также осенью пытались использовать те же снасти те же насадки те же прикормки ко мне подошел один мужичок и сказал что он прикарливал тем же жмыхом и ловил на кукурузу естественно что растительные насадки уже к сожалению не работают по такой холодной воде они совершенно никак не привлекают рыбу к точке ловли и необходимо уже использовать живые компоненты что более актуально конечно таких условиях ну и самое главное на такой ловли не стоит ждать большого количества рыбы если поймаете там 5 7 10 карпов это будет просто замечательно и с каждым днем осенью карп клеет все хуже 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 но в том году я ловил карп уже может сказать в ноябре и уже ночью был минус но карп все равно клевал здесь конечно очень много зависит от точки ловли потому что ловить на мелких участках в таких глубоких водоемах совершенно уже не актуально и стоит искать именно места где карп остается скажем так на зиму вот такой ребят получился короткое видео надеюсь не утомил вас надеюсь для кого-то открыл что-то новое но все сейчас будут заканчивать приношу свои извинения что не получается выпускать видео чаще к сожалению нет мне такой возможности но при каждой ловли я стараюсь брать с собой камеру и снимать видео для вас надеюсь это видео было вам интересно мы с вами не прощаемся буду рад вашим комментариям и пишите на любые вопросы сюда отвечу все ребят всем спасибо за просмотр всем пока до новых встреч